Пожалуйста, посмотрите сначала предыдущие эпизоды перед тем, как начать смотреть это видео. Мне нужно найти кое-что дома в комнате озрели. Мы вернемся в город, когда я найду это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это мой медальон. Да, ты ведь помнишь? Мы сделали их друг для друга. А где твой? Ах, я знаю. Ты уничтожила то, что я дал тебе! Слишком много для дружбы! Я уже устал от твоих разговоров! Я подриваю их. Нет, подождите. Просто дайте мне еще один шанс! Если бы у меня было хоть пара секунд! Всего лишь на одно мгновение! Это не может закончиться здесь! У меня не так много времени! Его медальон должно быть все еще дома! Неужели это все, что я могу сделать? Я должна была сделать больше! Возможно, так теперь у тебя будет больше шансов! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю почему, но такое ощущение, что прошла целая вечность с тех пор, как я видела тебя! Даже если мы только-только говорили, я... Я тоже по тебе соскучилась, мам! Как я вижу, мы оба чувствуем себя странно сегодня... Я рад, что ты в порядке, Чара! Привет, пап! Чара, не против, я спрошу? Что вы двое сделали здесь? Просто Асгур и я слышали большой взрыв, исходящий из лаборатории Гастера. Когда мы пришли, вы двое были в отключке. Мы беспокоились. Я не... Я не помню, что я делала. Это нормально, малой. Я боюсь, что не могу ответить на этот вопрос. Моя память не на том месте в последнее время. Нужно беспокоиться по этому поводу. Главное, что вы двое в порядке. Наверное. Сейчас я предлагаю поговорить и выяснить, что делать дальше. Я... Вскоре догоню вас. Сначала мне нужно кое-что сделать. Никакой спешки, не торопись. Благодарю. Эм... Мам? Что такое, дорогой? Это насчет Азриэля. Я думаю, я знаю, как ему помочь. Мне нужно кое-что из его комнаты. Мы вернемся в город, когда я получу это. Ну, я... Не беспокойся. Я пойду с ним. А, тогда хорошо. Сейчас отдохни, уже становится поздно. Завтра мы займемся этим. Вместе. Что я думал? Конечно, это не сработало. Я просто гоню за своим хвостом. Хотя я уже знаю, что случается, когда решимость и магия монстра смешиваются. На каперах больше, немного меньше, кончается смертью. Даже если я пойму это вовремя, нет гарантии, что это будет работать в долгой перспективе. Также в моем генераторе скоро закончатся энергии. Если это сработает, будет ли он удовлетворен? Должен ли я просто играть в бонга подобным способом? Как я могу добыть идеальную комбинацию между магией монстра и решимостью? Это лучшее решение из тех, которые у меня есть. Надеюсь, это сработает. Все будет в порядке. Это оно. В любой момент сейчас все будет в порядке. Ее кровь идеально сочетается с решимостью. И даже после ввода в финале субстанции не сработает. Фактически я сделал еще хуже. Не только я не смог вернуть его состояние в норму. Но вместо того, чтобы дать ему мирно уйти, решимость, которая была ему введена, заставит его очнуться, чтобы испытать это. Я потерпел неудачу во всех возможных аспектах. И сделал хуже всем. Я лгал ему ни за что. Быстро бегите в ту сторону! Эй! Эй! Эй ты, леди рыба! Эй! Тебе следует вернуться в убежище. Здесь не место для гражданских. Ох! Я не обычный житель. Я полицейский этого города. Я выполняю свои обязанности, эвакуируя местных жителей. Монстр? Полицейский? Что ты имеешь в виду? Это очень круто! Извини, если звучало грубо. Мне не приходилось встречать много монстров в городе, где я работаю. Еще меньше тех, кто работает полицейскими. Меня зовут Ронан Касс, шеф полиции из округа Пейшенса. Хотя только работаю там. Живу здесь вместе с семьей. Джессика позвонила мне и сказала, что нуждается в моей помощи здесь. Приятно познакомиться. Мое имя Андайн. Давай как следуем постараться держать всех в безопасности. Ок? Рона на трубке. Я как бы занят сейчас. Что? Что он делает здесь? На самом деле я примерно знаю, что он хочет. Приведи его обратно в безопасный периметр 01. Я буду там через минуту. Все в порядке. Не совсем. Ты можешь пойти со мной, если хочешь. Я оставлю этот участок моим людям на данный момент. На самом деле мы возможно нуждаемся в его помощи сейчас. Приветики. Мне сказали, что ответственность за ситуацию будет здесь. Я слышал об этой маленькой проблеме в новостях и не мог не... Я сейчас немного занят. Так почему не перейти сразу же к делу? Я знаю, почему ты здесь, Рейв. Ты знаешь правила этого города. Я не могу просто игнорировать их и разрешить тебе использовать твое магическое оружие здесь. Конечно, я это отлично знаю. Думаю, ты не понял меня. Я сказал, что хочу поговорить с тем, кто отвечает за все. Не с ее собачкой. Итак, где Джессика? Привет. Джессика на трупке. Джесс, ты в порядке? Бывало и получше. Штопка исходит. Это Рейв. Он просит поговорить с тобой. Напрямую. Я знаю, ты не в лучшем состоянии, чтобы прийти, но он может заработать контроль над этой проблемой, если у меня не будет доказательства, что ты сделала меня тем, кто контролирует ситуацию. Я понимаю. Открой в транспорт и мой полевой костюм к моему местоположению. Я приду. Так точно. Возьми то, в чем нуждаешься. Мисс Джессика? Вам лучше? Ах, да. Намного. Мисс Джессика. Как я вижу, мои вещи тебе прекрасно подходят. Сэс, спасибо за одежду. Господи, это так смущает. Надеюсь, моя машина приедет сюда быстрее, чем другие увидят. Мисс Джессика! Я вижу вам лучше. Да, в некотором роде. В центре города есть неотложное дело. Мои люди нуждаются во мне там. Но для тебя опасно идти одной. Я пойду с ней. Нет, ты не идешь. Я просил тебя остаться и присмотреть за твоим братом. Но если ты останешься здесь, почему я не могу тогда пойти? Ты говорил, что нашел все, что искал. Потому что это опасно. Поэтому я и хочу пойти. Не только из-за нее, но потому что другие люди и монстры также нуждаются в нашей помощи. Нет. Я тебя не спрашивал. Я просто хочу, чтобы ты был в безопасности. Ты такой эгоистичный. Я волнуюсь за тебя. Спаси на улице. Нам надо поговорить. Спаси на улице. Спаси на улице. Аааа! В порядке? Да! Знаешь, это больно. Но не так сильно, когда я увидел тебя раненым существом. Или когда ты солгал мне в лаборатории. Или когда вы препятствовали тому, чтобы я вмешивался в происходящее. Я устал от того, что вы думаете, что я не знаю, что происходит. Я знаю, что Санс не в лучшем состоянии. Я тоже могу это чувствовать. Я знаю, ты выдерживаешь непредставимую боль. И ты можешь таскать меня по всей лаборатории, если пожелаешь. Или отталкивать меня так далеко, как хочешь. Но я отказываюсь позволять тебе проходить через все это одному. Пожалуйста, разреши помочь тебе. Я не заслуживаю твоей помощи. Все, что я делал недавно, совершал ошибки. И ухудшал все. Только ошибки. Единственная ошибка, которую ты мог сделать, это не просить о помощи. Ты балбес. Папайрус. Мне так жаль. Я думаю, это за мной. Папайрус, мне нужно, чтобы ты остался здесь. Я пойду с ней. Если ты не против. Ты защитишь лабораторию, когда меня не будет. Понял. Я останусь здесь. Обещаю. Окей, Папайрус, я уйду сейчас с гором и чарой. Ты уверен, что будешь в порядке? Не беспокойтесь, Ваше Величество. Я уверяю, что это место останется безопасным. Очень хорошо. Тогда скоро увидимся. Время пришло, Азриэль. Все на месте. Увидим. Кто сбежит в этот раз? Они обречены совершать все те же ошибки. Они обречены. Я не забываю. Субтитры создавал DimaTorzok